У нас феноменальный сегодня результат Взлетай давай Субтитры сделал DimaTorzok С полем меня Начинаю утрянку С двух трофеев Красивейших Отличное утро Подсадная хорошо пока что работает Даже очень Выбрался сегодня Вот Влад слышно крякает Выбрался сегодня на охоту с подсадной У нас 9 апреля Уже совсем тепло Где-то 25 градусов Поохотимся вдвоем Посмотрим Что я с этого выйду Мозила Вот там где-то сидит Влад Вот его подсадная Взлетай 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 Так ну что собираемся И переезжаем в другое место Тут вообще никакого лета Да что-то сегодня лед вообще слабый Или место такое Непонятно Вот два прилетела еще в потемках Красавца Кряковых Удалось забрать На новое место приехал Тут вообще красота Красотища Сейчас будем садить подсадную Заметили что у меня новые вейдерсы Потом Попозже про них расскажу Придется тут Возь сидеть в воде Мы с Владом вдвоем как бы Посмотримся по этому месту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подсел к рековой Но сидел немножко В сторонке За деревом вот этим Получается Было чуть-чуть неудобно стрелять Поэтому Пришлось стрелять Серого селезня Селезня серой утки Вот такой красавец Только сел И как обычно не успел Камеру даже включить Лед тут конечно нормальный Селезня серой утки 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 Так, селезень летит, ладно, давай, приду мне. Да, не далеко сел, меня что ли видит? Сюда плывет, давай. Ог boит, огры, 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 огры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Который меня интересует... Больше всего... Заодно и вейдерсы проверим... Ну этот красавец конечно прилетел... Сел вообще там далеко, может метров 200... Потом чуть ближе перелетел... И начал плыть, 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 плыть... Потихонечку, помаленечку... Так, а вот здесь у меня получится перейти... Или нет... Ну такой еще даже... Подранок... Вот мое убежище... Вот здесь я сижу... Плохо что вода... Как бы на воде тяжеловато... Тоже и два трофея отсюда забрал... Ну вот возвращаюсь... С этого места с двумя трофеями... Ну сегодня хоть... Охота удается пока... И вот у нас сегодня такая теплота... Плюс 25 обещают... Ну сейчас 9 часов утра... Я думаю где-то градусов... Двенадцать может сейчас... До пятнадцати... Ну тепло, очень тепло... Вообще и ночь была теплая... И вот в этих мембранных вейдерсах... Сейчас вообще комфортно... У меня одни штаны... Такие спортивные... Как бы сейчас вообще... Не холодно, не жарко... Не потеешь пока что... Ну пока мне очень нравится... Первый тест... Попозже немножко поподробнее... В конце видео расскажу про них... Попозже немножко... Попозже немножко... Сейчас я покажу... Субтитры сделал DimaTorzok Другого я вообще не заметил Ну вот только высадил в другом месте подсадную Она начала крякать, я даже манком не работал по-моему Встал, вижу селезень летит Я присел, он подсел прямо к подсадной Ну там снимаю его на камеру И тут он раз резко подрывается Я быстро за ружье стрелять по нему Оказывалось их двое Ну этого первого сбил, а по второму как бы промазал Ну хотя сбить можно было Дистанция была вполне себе нормально Для пятерочки, просто промазал Субтитры сделал DimaTorzok Офигеть Пока я короче тут Ерундой занимался, то селезень ушел Понять Понять Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну один патрон остался Капец, вот это да Три штуки было Один прилетел, один плыл по кустам ко мне И один еще что-то пролетал, может это утка пролетала, ну не знаю И в общем-то Ну один прилетел, сел И потом сразу подорвался Ну не успел я стрельнуть И не все три, короче, за ним улетели Я так думаю, что этот селезин Просто подумал, что это утка Слетела, которая крякает Он к ней плыл по кустам Отзывался И потом О, Владик стрелял И потом, в общем-то Два ушло И один Круга большого сделал И назад присел Но я не услышал, как он сел Хотя он сел и вообще рядом, пару метров от меня Я выглядываю И он сидит Прямо под скротком практически Я в ту сторону камеру направил Эту не включил Ну и со второго сбил Ну вообще, сегодня охота Просто супер Просто супер класс Это, наверное, новые вейдерсы мне помогают Ахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ох, 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 дыша! Все, последний патрон у меня это был. Ох, 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 ох! О, еще один летит! Ты куда летишь, постой! О, разворачивается! У меня патронов нету, на тебе! У меня в машине есть еще патроны. Ты что-то как-то не доложил с прошлого места. Три штуки на этом месте. Подсадная эта отработала, хорошая подсадная, работает классно. Насадки, правда, не дает. Но и без этого селезни летят. Здесь почти манком не работаю. Ну, сегодня, кстати, тоже чисто практически все время Жениным манком работаю. Ребята, последнее место. Вот высадил подсадную. Тут пару лет назад сгорела сосна. Ну, до этого я здесь охотился как-то. Были такие сосеночки по краю. Можно было в них прятаться. Ну, сейчас тут кто-то сделал скородок. Так вот, скородок рабочий. Я думаю, что хозяин скородка не обидится, если я здесь посижу с полчасика. Ну, тут в лед, но вряд ли получится стрелять. Так что, если что-то прилетит, то будем стрелять по сидячему. Ну, хотя и так уже охота удалась. Сейчас у меня отличный результат. Давно такого не было. Поэтому посидим, посмотрим. Что да как. Звук брюку. С adjustment веса. Как classic сковородка не好了 ? В различиях ещё не banned. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче сижу я такой сижу Покрякиваю иногда в монок Тут как раз по телефону нужно было позвонить Смотрю боковым зрением плывет селезень Правда он с уткой был Я утку уже потом после выстрела заметил Как бы все внимание на селезня Утка чуть-чуть за ним опаздывала Сегодня взял хорошую рабочую утку Ну и монком тоже как бы работал Ну конечно утка все равно Когда она сама крякает Допустим ты если даже садишь Утку Ну хорошо монком работаешь Работает селезень летит Бывает такое что он просто не видит Утку и ты даешь осадку И он уже Все равно обращает внимание Именно туда смотрит Откуда звук Ну и там замечают тебя с городок Что-то ему не нравится Ну я У меня были Много раз просто охоты Я брал монокий чучело И были такие охоты Что я там О летит еще Много раз просто Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дошел Дошел Хорошо 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 Ребята Вот такой вот у нас феноменальный Сегодня результат Чтоб вы понимали Я вчера тоже был на охоте И ни одного селезня не добыл по одному там ну короче, вчера вообще и погода была такая же, все было то же самое и был в новых вейдерсах, короче, и все равно ничего не добыл сегодня пацана, конечно, отработала молодец, ну и манком тоже несколько подманил Женин манок, мне нравится, работает я сегодня практически тоже все время им работал короче, клевый манок так, давайте расскажу про новую обновку, скажем так про вейдерсы вообще все время у меня вейдерсы были такие резиновые, короче всю мою охотничью практику я всегда ими пользовался, максимум их хватает у меня на 2 сезона я как бы активно ими пользуюсь и на рыбалку, и на охоту весенней охоты очень много у меня осенью бывает, используешь поэтому обычно они сезон отхаживают нормально и на второй вот тут начинают течь бывает, что вот тут на сапогах короче начинают течь в общем максимум 2 сезона обычно у меня уже штук 10, наверное, было это у нас вейдерсы из мембраны трехслойной, по-моему фирма Роланс производит их если честно, я был не знаком с этой фирмой до того, как у меня появились эти вейдерсы ну, приятно познакомиться я очень доволен, как бы в целом, штука очень-очень прикольная во-первых, вот я сразу ощутил сегодня у нас 25 сейчас уже ну, больше 20 точно может днем в обед станет 25 но сейчас точно больше 20 жарко, капец вон, Влад в майке стоит я сейчас тоже разденусь блин, конечно, разница большая если бы сейчас в резинке стоял полностью был бы мокрый так, конечно, тоже потеешь но не настолько сильно все-таки есть какой-то дышащий эффект явно присутствует потом, у нас тут смотрим они очень высокие получаются прям подмыхи закрывают конкретно то есть можно переходить как не страшно а если страшно, то лучше, ну, не переходить потом, здесь вот патронтажик очень имеется очень клевый на 12-й калибр вообще идеально заходят патроны потом раз кармашек два кармашек вот такой там флис тепленький класс если холодно, можно руки погреть сюда у меня две камеры засовываются отлично потом и внутри еще есть даже кармашек вот такой вот водонепротекаемый телефончик, если что положить значит, что еще по этим вейдерсам в комплекте с этими вейдерсами идут утепленные штаны сейчас они дома но я вам покажу вставлю они встегиваются прям в штаны они на утеплителе тринсулейте 3М это такой сейчас такой один из современных утеплителей классных вот а, кстати ну, утягиваются здесь тоже ремень есть чтобы не болталось здесь есть молния имеется и застегивается по кругу и здесь вот у нас на сапогах тоже молния разного цвета на одном сапоге одного цвета на другом другого вот здесь оранжевая там, по-моему, черная не помню плюс сапог сам значит с этой стороны он резиновый внутри я бы сказал как у какого-то другого тоже материала есть какая-то подложка потому что он мягкий внутри как может чуть-чуть неопрена или что ну, не знаю в общем я бы сказал что он двухслойный но единственный минус этих сапог что мне не особо понравилось это то что они дофига весят очень тяжелые сама подошва тяжелая чувствуется что подошва тяжелая ну, как бы нормально в вейдерсах особо много не ходишь поэтому в принципе терпимо как бы мы не покупаем вейдерсы для ходовой охоты вообще впечатления положительные как бы конечно стоят они дороже чем вот эта резиновая вот резиновые эти штаники ну не на сильно дорого то есть я бы посмотрел приценилился там к разным есть вейдерсы из мембраны там каких-то ведущих фирм они там блин ну чуть ли не в 5 раз дороже стоят то есть если эта штука отходит хотя бы 3 сезона то я считаю что смысла нету покупать резиновую потому что это намного удобнее как бы нормальная штука плюс еще у меня есть ботинки этой фирмы роландсы офигенные ботинки теплые очень-очень легкие в отличие от этих сапог они вообще практически ничего не весят пока что я их не могу протестировать потому что у нас уже жара они такие теплые короче тоже на 3-м утеплители поэтому уже вы их увидите где-то зимой я вам покажу их там ну сейчас тоже видео вставлю а так зимой где-то протестируем но я думаю что они они высокие водонепроницаемые ну будет я думаю классно взял их для охоты с подходом потому что вот я сейчас в основном охочусь в эво сапогах и если погода тихая блин просто невозможно к зверю на нормальное расстояние подойти они шумят где-то по какой-то кукурузе идешь они гремят ну страшное дело короче а все-таки в ботиночках идти это совсем другой разговор короче вейдерсами я доволен сезон надхожу в конце сезона вам скажу свои впечатления ну так это первые мои впечатления первые положительные вот две охоты вчера ничего не добыл и сегодня офигенная охота такой охоты кстати говоря давайте про охоту поговорим 9-2 а 9-3 на счет такой охоты у меня наверное не было так что вот я лично добыл 9 селезней были у нас охоты что мы на двоих там больше добывали но это на двоих а тут как говорится я лично добыл 9 такой охоты наверное не могу припомнить по крайней мере последние лет с того момента как канал веду такого еще не было но удивляя я вообще думал ну сегодня если 5 штук на двоих добудем думал это вообще будет красота а тут конечно и селезни летели маскировка тут вот что говорить вот Влад сидел без маскировки просто так прятался там себе с крадочки соорудил из веточек по быстренькому и как бы результат хотя селезни к нему прилетали но меньше все равно прилетало ну да меньше ну удачи сегодня на моей стороне сегодня манками сегодня ну мало работал практически не работал больше подсадная хорошая то что батя обычно берет как бы мне сегодня досталось младшему так что короче классная охота оценивайте видео подписывайтесь на канал увидимся в годах да подпишитесь ребята на канал потому что 80% постоянных зрителей смотрят канал без подписки то есть если вы постоянный зритель смотрите постоянно канал ничего не подписаться мне развитие это мотивирует снимать дальше клевые ролики короче как-то так и колокольчик хотя бы подпишитесь подпишитесь так 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 так